здравствуйте дорогие наши подписчики и гости нашего канала вы на канале на кухню любами а значит у нас с Колей гостя на нашей кухне и сегодня будет что-то вкусненькое для начала я хочу узнать Коля ты с нами с вами Люба я отвечу тебе словами анекдота Фима я слышала вы теперь таки женатый человек мужчина ой Софочка правильнее будет сказать я теперь мужчина с ограниченными возможностями сегодня будет а будет сегодня салат салат осенний мы называем это салат золотой осени жареный салат для этого понадобится Коля баклажаны два штучки вот нарезала тоненько и уже присолила они у меня стоят уже 15 минут присолены для того чтобы ушла горечь дальше понадобится растительное масло болгарский перчик морковь и вот такие вот луковица там посмотрим может быть еще добавим будем смотреть как пожарится вот как уже пожарим баклажаны тогда мы будем смотреть добавлять что-то или не чтобы была какая-то пропорция значит сейчас я помою под проточной водой баклажан обсушу полотенечко и скажу что мы будем делать дальше а пока ждем и так я смотрите вот слайсики эти обсушила сухенькие аккуратненькие значит ну то есть я промыла под проточной водой и обсушила полотенечко сковородочка на огне налила где-то две столовые ложечки масла немножечко и обжарю до румяности эти слайсики с двух сторон но за это время пока они будут жариться я подготовлю все овощи и вам потом все покажу а сейчас как всегда мои дорогие опять ждем и так баклажаны я обжарила смотрите вот так вот видите значит хочу заметить масло наливаем немножечко огонь сильный и в один слой по очереди что сразу не жарьте все потому что получится каша так не обжарится потом в один слой дальше обратите внимание на значит на морковь на корейскую терку натюрла если нет нарежьте тонкой соломкой полукольцами лук и болгарский перчик тоже вот такими вот соломка не соломка брусочки не брусочки ну что-то в таком вот виде вот так и не сильно длинные что можно было их потом салате в этом кушать что не висел там с этого свилки с ложки так уж вы будете кушать значит смотрите теперь по очереди я обжарю сначала лук до легкой румяности лук потом я выберу в тарелочку затем я в той же сковороде но уже без лука обжарю морковь морковь тоже выберу в тарелочку и обжарю перчик все будем делать по очереди но для начала я наливаю опять значит у меня уже ушло две даже три столовые ложки растительного масла теперь добавляю еще одну но это же сковородочку не мой людей ничего и буду обжаривать лук ну ты занимайся своими делами расскажу своим зрителям утром дочь звонит матери мама мой неблагодарный муж снова не хочет есть баклажаны доченька ну ты ему расскажи как ты старалась когда ты жарила и купальки а их что еще жарить надо желательно желательно жарить правда ну что ждем итак дорогие мои все подготовила все пожарила немножечко остывает практически уже остыла а я сейчас делаю такую заправочку маринад для этого смотрите вот здесь у меня две столовые ложки водички кипачки печеный теплый сюда же добавляю одну столовую ложку то есть две две столовые ложки уксуса 9 процентного можно добавить суп лимона если действовать добавила теперь добавляю столовую ложку сахара потому теплая водичка чтоб сахар растаял хорошенько сейчас все это перемешиваем она быстро растает есть видите все практически все теперь я сюда же добавляю вот сюда же добавляю значит одну треть чайные ложки острый перец молотый пол чайные ложки кориандр молотый тоже не в зернах а молотый и где-то получается ну так пол чайной ложечки вот соли вот 3 этих наборчиков которые вам сказала просто перчика немножко меньше вот и где-то одна третья так смотрите сами по вашему вкусу тоже правим судьба это чтобы заправить это наша заправочка дальше у нас будет чеснок вот 3 зубочка было но зубки очень большие вы видели у меня очень большие потому я взяла 2 вообще это 3 зубка если совсем маленький может и 4 вот это будет вкуснее есть немножечко опять это все перемешали значит растительное масло пока не добавляем почему потому что мы все жарили будем смотреть потом уже по салату если будет необходимо значит мы добавим вот все перемешала попробуем на вкус кисло-сладкий очень вкусный и соль чувствуется все чувствуется в меру сейчас это всыпаем салатник значит я буду сыпать еще раз повторю кто не найдет рецепт возможно чтобы запоминайте два средних баклажана вот они нажаренные дальше так как у меня было лук был небольшой то три луковицы полукольцами обжаренных сюда же видите вот где масло это вот появляется дальше морковь принципе такая средняя хорошая морковь тоже обжаренная одна штука это из расчета вот на два баклажана основной инведиент это баклажан и суда же один большой болгарский перец если перчики маленькие значит добавляйте 2 хорошенечко это все масло тоже сливаем это очень ароматное вкусное здесь жарились все наши овощи вот есть вымакивать конечно не будем наехали для чего приятно значит сейчас и так в сторону отставлю чтобы они мешали мне тоже шел третий год нашей семейной жизни муж до сих пор думают что он не из баклажаны и лук честно хороший муж ты жена хорошая сумела же так значит теперь отправляем вот эту заправочку еще раз там хорошенько со дна все перемешивайте чтобы ничего не осталось может обрезнула вот так вот боже ароматище не могу передать вот сахарок обязательно где остался все 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 аромат обалденнейший хорошенько сейчас все это перемешаем но перемешиваем знаете без фанатизма чтобы не поломать наши баклажаны которые такие вот видите вот они с кольцами будем говорить хорошенько хорошенько не спеша я сейчас сейчас это все перемешаю переживанию все выложу на блюдо и все вам покажу а пока а пока ты нам скажи честно например ты уже объявляла что это был последний рецепт из баклажан опять баклажан но дорогой мой коля я объявляла в сентябре а сейчас я за тебя ничего не говорила сейчас золотая осень потому самые вкусные салаты золотой осени ждем итак дорогие мои вот такой шикарный салат золотой осени у нас получится значит салат у нас жареный и осенний правильно ну что ж аромат обалденный не грех и попробовать правда куля но хочу заметить что этот салатик должен постоять потому смело делайте две порции сложили его там база чем не вас очка в салатничку или там боксик накрыли чем дольше он стоит тем вкуснее потому смело делайте две порции а то и три зависит какая у вас семья ну что школе я попробую давай можно начинать зверствовать но я знаю что это боже это вкусом ты же пробовал ты же знаешь потому я ж надеюсь же пробовал я всегда где-то же салат к другому блюду будет обалдеть он слегка напоминает огонек только меня острый ушло такое в нем есть ну короче это класс честно это классно картошечка а вообще чем я кушаю я вам могу открыть маленький секрет черным хлебом без ничего вот такое вот поэтому секретом поделила все что хотела сказала надеюсь что вам тоже понравится заходите на наш канал подписывайтесь ставьте лайк если не жалко пишите комментарии мы с удовольствием на них ответим а самое главное будьте все здоровы будьте счастливы мирного неба и вам и нам это так необходимо для нас всех мы вас обнимаем и всегда ждем до свидания